добрый вечер как я уже говорил в конце предыдущего занятия мы сегодня отходим единоразово от нашей темы может быть еще в конце сукота мы тоже так вот отойдем посмотрим и прочтем текст который звучит наше время очень актуально а в последние дни может быть даже еще более актуально речь идет о пророческом тексте и уже в свое время мудрецы сказали что сохранены были пророчества у которых есть как которые несут себе значения имеют значение для будущих поколений не сформулировали на власть и действительно мы видим не раз что те или иные библейские пророчества вдруг звучат совершенно по-новому наше время абсолютно актуально и вот одной из таких пророчеств достаточно известная мы сегодня прочтем может быть как-то немножко по-новому по новому взглянем на него я хотел бы сразу же сделать некоторую маленькую рекламу во первых для тех кто живет малия думим каждую субботу происходит в синагонии маханаем урок по пророческой литературе и как раз сейчас мы изучаем пророка и хискеля который будет речь сегодня идти кроме того холи мой цукот состоится такой как бы день вечер изучения танаха в рамках которого я и еще мой коллега меня не будем вместе обсуждать то самое пророчество которое сегодня обсужу один и вместе будет такой некий диалог между нами который позволит осветить это пророчество как-то может быть иначе чем то что сделаю я сегодня не будем больше как бы множить вступления поговорим прежде всего о самом пророке и хискеле это книга пророка хискеля это третья из больших пророческих книг в нашем каноне есть книги и шаяу есть книги и армияу есть книги и хискеля все остальные значительно меньше книги и хискеля 48 глав и сам пророк и хискель это можно сказать единственный из классических пророков который вся деятельность которого происходила в галуте а в диаспор он их жил в вавилоне в поселении городке который назывался тель-авив и по имени этого городка получила свое название так сказать вторая столица израиля вот хотя те кто давал это название немножко так сказать видимо не очень представляли себе смысл темологический смысл этого названия на аккадском языке ну не имеет никакого отношения к еврейскому слову а вив весна значит нечто как раз довольно печально на это как бы них название которое обозначает развалины городские оставшиеся после потопа а после какого-то стихийного бедствия и в оригинале название города звучит тела биби курган оставшийся после потопа вот и хискель живет там и там живут многие другие изгнанники это вообще район где как мы знаем из других небублейских источников были расселены многие из ушедших в изгнание людей причем изгнание было две волны одна волна первая волна это имела место за 11 лет до разрушения храма 597 году до новой эры когда в изгнание ушел предпоследний царь иудеи по имени айохин он же и хуния как он упомянут не гистер например и с ним вместе ушла в изгнание вся иерусалимская аристократия того времени вот как раз среди этих изгнанников был и тогда по всей видимости еще очень молодой их искать вторая волна это волна изгнанников которые ушли в вавилон результате захвата на ухода носором иерусалима разрушение иерусалима сожжение храма это произошло на 11 лет позже в 586 году до новой эры их искель был свидетелем и этого изгнания и все это нашло отражение в его книге знаем как других как и в случаях с другими пророками можно ли назвать в прямом смысле пророка автором книги хотя в отличие от других больших пророческих книг и шаяу и ирмияу книга их искеля достаточно цельная и образ автора за ней стоит явным образом однако автор тот кто в конечном счете соединился эти пророчества не обязательно был самый хискель это мог быть кто-то из учеников кто-то еще более поздний кто сохранил собрался и сохранил эти тексты вот но так или иначе повторяю он был по сути дела единственным пророком которые все пророчества которого были произнесены в диаспоре хотя некоторые из них относятся непосредственно к иерусалиму и даже есть как бы пророчества в рамках которых говорится о том что бог перенес их искеля в иерусалим такое видение вообще искель был значительной степени визионерами мистиком это нашло отражение во многих текстах в этом смысле он тоже уникален среди других библейских пророков даже если у них и находится некий бизионерский мистический элемент он гораздо менее явен чем книги хискеля книга это пас к смысле композиции очень ясным образом построена в ней три части одна часть это пророчество связанные с разрушением храма другая часть это пророчество посвященный народом мира и третья часть это пророчество утешение который пророк произносит уже после после того как храм разрушен в иерусалиме и эти пророчества утешения завершаются завершаются неким таким тоже мисс достаточной степени мистическим величественным видением будущего храма стройного будущего иерусалима этому посвящены последние восемь глав книги пророка и хискеля вот внутри этой последней части книги хискеля пророчество утешения есть пророчество которое мы с вами прочтем сейчас которое достаточно небольшое но как бы по силе воздействия оно оказалось чрезвычайно мощным и так я сейчас открою файл значит файл на русском языке с этим текстом тот кто захочет кто захочет его прочесть в оригинале это несложно сделать несложно найти сначала церковь полностью прочтем а потом это 37 глава книги пророка хискеля первые 14 стихов этой главы была на мне рука господня и увлек меня духом своим господь и опустил меня среди долиной и она полна костей и он провел меня над ними вокруг вокруг и вот многочисленным весьма на поверхности долины и вот иссокшие весьма и сказал мне сын человеческие живут ли кости эти и сказал я господь бог ты знаешь и сказал мне пророчествую о костях этих и скажешь им кости иссокшие слушайте слово господне так сказал господь бог костям этим вот я ввожу в вас дыхание жизни и живете и дам вам жилы и взращу на вас плоть и покрою вас кожей и в виду вас дыхание жизни и оживете и узнаете что я господь и пророчествовал я как поверено было мне и раздался звук когда пророчествовал я и вот шум и сблизились кости кость кости и и и видел я и вот на них жилы и плоть поднялась и покрыла их кожа сверху на дыхание жизни нет них но он сказал мне пророчествую дыханию жизни пророчествую сын человеческий скажешь дыханию жизни так сказал господь бог от четырех ветров приди дыхание жизни а сразу хочу обратить ваше внимание что игра слов которая есть на иврите по-русски не ощущается потому что по-русски слово ветер и слово дух это разные слова и лишь функционально слово ветер имеет отношение к слову дух поскольку ветер дует и дух он тоже дует но все-таки это разные слова а на иврите это одно и то же слово руах и поэтому здесь мер бар уход боя руах а это такая совершенно осмысленная игра слов и дохни на убитых этих и оживут они и пророчествовал я как повелел он мне и вошло в них дыхание жизни и они ожили и встали на ноги свои полчища великое весьма весьма и он сказал мне им человеческим кости эти весь дом израиля вот говорят они иссохли кости наши исчезла надежда кончена с нами посему пророчеству и скажешь так сказал господь бог вот я открываю погребение ваше и поднимуя вас из погребений ваших народ мой не приведу вас землю израиля и узнаете что я господь когда открою я погребение ваши народом мой когда поднимался спаме гений ваших каждый вложу дух мой вас и оживёте и дам вам покой на земле вашей и узнаете, что я Господь сказал и сделаю или тут можно это понять по-разному, сказал и сделал слово Господа Бога. Вот, собственно говоря, все пророчество, оно не такое большое, как мы видим, и на первый взгляд не такое и сложное, но по сути дела написано довольно ясным языком, если сравнить, например, это пророчество с первым пророчеством Ихискеля очень мистическим так называемым введением колесницы, то сразу же видна разница, да, там как бы очень нелегко понять само описание. Здесь все ясно. Однако, как мы увидим, несмотря на всю эту ясность, здесь есть как бы некоторый довольно серьезный вопрос, который встает в связи с этим пророчеством, но сначала отметим, что это пророчество делится явно на две части. Первая часть – это видение. Видение, как я уже сказал, Ихискель – визионер. Очень часто, более чем какой-либо другой пророк, он, ну, может быть, сравнится с ним Захария еще, он видит какие-то вещи, которые ему показывает Бог, и эти вещи на самом деле носят символический характер. здесь он видит некое поле, усеянное мертвыми костями, да, если вот вспомнить Пушкина, сухими костями, и он, собственно говоря, по крайней мере, исходя из текста, сам пророк не догадывается, почему Бог привел его сюда, в эту долину. А вообще, как бы, Ихискеля Бог часто куда-то приводит. Да, не сам пророк ходит. Бог не говорит ему, иди туда-то, а Бог его переносит. Да, очень часто встречается выражение, что на нем рука Господня, да, он, как бы, его почти, можно сказать, насильно ведет. И часто говорится о том, что, как бы, за этой рукой стоит некий дух, дух, который толкает Ихискеля, который в данном пророчестве, опять же, несет, можно сказать, тройную функцию, имеет тройную функцию. Это дух Господень, который несет Ихискеля. Это дух, который вдыхается в кости. И это дух, скажем, четыре ветра, четыре конца света, из которых этот дух приходит. То есть, фактически, отовсюду. Это, как бы, некоторая метафора, ну, такой вот миризм со всех сторон. Мы этого еще коснемся. Вот Бог опускает пророка среди некой долины, которая полна костей. И он видит эти кости, и Бог задает ему абсурдный вопрос. А живут ли эти кости? Теперь пророк ведет себя очень дипломатически. Он не может сказать Богу, эти кости не оживут. Да, как бы... Потому что зачем-то же Бог об этом его спрашивал. С другой стороны, видимо, ему очень трудно себе представить, что это возможно. Поэтому он отвечает уклончиво. Господь Бог, ты знаешь. Оттая дата. Значит, можно по-разному, конечно, интерпретировать этот ответ. Ты знаешь. Но, как бы, примем сейчас, как рабочую гипотезу, вот такую интерпретацию дипломатического ответа. И тогда Бог обращается к пророку и говорит ему, значит, вот ты должен произнести пророчество об этих костях, обратиться к ним фактически и сказать им, что они оживут. И это оживление, это некоторый процесс. Сначала на них появятся жилы, нарастится плоть, появится кожа, потом пойдет в них дыхание жизни. И тогда они узнают, что я Господь. Это формула, очень часто встречающаяся у их Искеля. Узнайте, что я Господь. И, как вы понимаете, эта формула, она коррелирует, конечно, со словами пророка. Господь Бог, ты знаешь. Ты знаешь, что будет с костями, а вы узнаете, кости, что я Господь. Значит, эта формула фактически обозначает признание Бога. Узнаете, что я Господь в том смысле, по всей видимости, что Бог обладает властью оживлять и умерщвлять. Так, как сказано в Торе, книге Дворим, в Шарата Азину, который как раз мы будем читать после Роша Шана, в Шаббат после Роша Шана, и там говорится, я, я и нет другого Бога помимо меня, я умышляю, оживляю, я наношу удары, исцеляю, и никто от моей руки спастись не может. Да, то есть это как бы некая абсолютная власть. И Хискель бесплекословно пророчествует. Когда он пророчествует, здесь мы видим тоже такое очень характерное для Хискеля, очень характерную для Хискеля деталь, которую вот на уроках в Шаббат мы уже успели обсудить. Он сочетает очень сильные визуальные впечатления с не менее сильными слуховыми впечатлениями. А с одной стороны, вот здесь он видит эти кости, а с другой стороны он слышит крохот, в инераж. Эти кости, они ударяются друг от друга. Он слышит шум. Шум очень часто не только в библейской традиции, но и в месопотамской традиции сопровождают богоявление. А в сущности, то, что здесь происходит, это тоже своего рода богоявление. Потому что, если мы вдумаемся, то то, что здесь происходит, это, ну, некоторая аналогия сотворения мира. Сейчас мы об этом еще скажем. И все это происходит. Все, что Бог говорил, все это происходит. Пророк видит, как кости, на костях появляются жилы, как они обрастают плотью, покрываются кожей, но при этом они еще мертвы, при том, что они движутся. Но они мертвы, дыхания жизни нет. И тогда Бог снова говорит, вот это разделение, оно очень важное. То есть, как бы двухэтапное оживление. Сначала некоторая подготовка чисто материальная, а потом вот это дыхание жизни, руах, здесь в скобках говорится слово жизнь, на иврите это используется просто слово руах, руах, все тот же дух, который есть и в Боге. И этот дух, и этот дух входит в кости. Причем это кости убитых. Кости убитых. И они только здесь выясняется, что это кости убитых. То есть, это, видимо, кости, оставшиеся в результате сражения. И они оживают. Дыхание жизни в них вошло, они ожили, встали на ноги свои, огромное, огромное полчища. То есть, это действительно войны. И на этом, собственно говоря, видение завершается. Само видение завершается. Потом выясняется, что это на самом деле притча. Аллегория, если бы. Но настолько живая, что читая ее, мы совершенно забываем о том, что это аллегория. Даже если мы знаем продолжение пророчества. Потому что, как бы, вот это видение, оно читается само по себе. Даже без продолжения. Теперь, я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что в известном смысле это не говорится напрямую, но на это делается ряд намеков. Что то, что здесь происходит, это некий аналог сотворения мира. И сотворение человека. Само выражение о руах и лугиме встречается в первой главе книги Брешит. там не говорится, что дух Божий творит, но при этом первые же стихи книги Брешит как бы гласят, что дух Божий, что можно прочесть, конечно, и как ветер Божий, а можно прочесть как дух великий или ветер великий. Все зависит от того, как понимать слово руах и как понимать слово и лугим. это отдельный вопрос, который я сейчас задаваться не буду. Он парит там. И после этого Бог начинает творить. То есть как бы этот дух это некоторая часть того божественного присутствия, которое на самом деле творит мир. И по подобию которого творится человек. Кроме того, и судя по всему, Ихискель здесь как бы совмещает оба рассказа о сотворении мира в Торе. С одной стороны пользуется терминологией первой главы. Что, что? Откуда видно, что в Берешит в первой главе Батилен дух Божий это тот, что творит. Откуда это видно? Нет, я не сказал, что дух Божий это тот, кто творит. Я только сказал, что по всей видимости так можно понять эти стихи, что вот этот дух Божий это некоторая презентация божественного присутствия. То, что Хазаль потом назовут словом Шхина. И Бог, который проявляется в этом мире как Руах Элухим, как вот этот дух, он творит. Там нигде не сказано, что дух творит. Этого нет. Но само по себе использование этой терминологии и представления на протяжении всей первой главы книги Берешит, на самом деле, это отдельный опять же вопрос, который я сейчас даваться не буду, нет попытки что называется пластические изобразить божественное присутствие. Бог там только говорит, произносит. Ничего больше он, собственно говоря, не делает. Единственное исключение из этого это вот этот стих, где есть некоторое описание божественного присутствия, которое именно так и выражено. это тот дух Божий, который, если переводить дух Божий, который противопоставлен теме, пучине, хаосу. Это как бы опять же отдельный вопрос связанный с тем, какие мифологические мотивы скрыты в этом противопоставлении между Божьим духом и вот этой тьмой, пучиной и хаосом. Это отдельный вопрос, но в принципе это единственное место в первой главе книги Берешит, где Бог описывается, не просто что-то говорит, а описывается. Теперь во второй главе книги Берешит, там дело обстоит иначе. Бог отнюдь не только говорит, он делает и одно из его действий, это действия по созданию человека, и там говорится, что Бог сотворяет человека из земли, из праха земли, а потом вдувает в него дыхание жизни. Вейпах беапал нишмат хаим. В нашем пророчестве Хискерия нет термина нишмат хаим, этого термина нет, хотя переводчик, видимо, как бы это имел в виду, реконструируя здесь дыхание в скобках жизни, но зато Хискерия использует тот же самый глагол, который используется и во второй главе, где описывается сотворение человека. Там сказано, как я уже сказал, вейпах беапав нишмат хаим, и буквально в его ноздре дыхание жизни, а у Хискерия сказано, так сказал Господь Бог, от четырех ветров, от четырех сторон, приди дух и вдохнись в этих убитых, и они живут. То есть иными словами, здесь есть такая тонкая очень игра. Пророк использует на самом деле оба рассказа, причем из первого он берет терминологию, первого рассказа о сотворении мира, а из второго он берет, можно сказать, сюжет, как это происходит. Из первого он берет слово руах, а из второго он берет как бы и развивает описание сотворения. Причем это сотворение таково, что в каком-то смысле пророк становится партнером Бога по этому сотворению, хотя он является лишь рупором Бога, но для чего-то же он привел сюда пророка. Пророк должен произнести пророчесть, он должен сказать божественное слово, которое имеет такую потенцию, такую силу, что благодаря этому слову кости оживают, но слово это произносит ведь не Бог, это слово произносит пророк, а пророк в каком-то смысле здесь является партнером Бога по сотворению, это нечто совершенно невиданное, мы нигде не найдем в Танахе в целом и в пророческой литературе, в частности такого в общем дерзкого описания, потом в более поздней литературе еврейской это появится, это появится главным образом в мистической литературе, где будут всякие как бы развиваться мотивы, связанные со способностью сверхсовершенных людей заниматься творением, есть даже такая книга мистическая, которая называется Сефер Лицера, где говорится о том, что Бог открыл Авраам тайны творения мира, а мудрецы Талмуда не очень склонны к такому, но и в Талмуде есть несколько описаний очень осторожных и отчасти с такой скрытой критикой, где описывается способность некоторых мудрецов сотворить живое существо. Кстати, по крайней мере, в одном из этих мест, актатис ангидрин, утверждается, что мудрецы для этого изучают законы творения. Ильхот Яцера, возможно, имеется в виду как раз Сефер Яцера, который я упомянул книготворение, которое имело очень большое значение и очень большое влияние на всю последующую мистическую литературу еврейскую и философскую литературу тоже, но это, опять же, отдельный вопрос. Теперь, когда мы читаем этот текст, мы не можем, не почувствовав в нем вот эту огромную силу, почувствовав в нем эту огромную силу, не задаться вопросом о том, что же Ихискель описывает в сущности здесь, если не воскресение из мертвых, потому что воскресение из мертвых, один из постулатов веры, древнееврейские веры, так, как их сформулировал Рамбам, вот этот постулат о воскресении из мертвых, в сущности говоря, полагает второе творение, есть Бог сотворил нечто, и это нечто умирает по разной причине, но вот какой-то момент, этот момент может быть понят, как конец времен, или какое-то одномоментное событие, как здесь, хотя здешнее событие, возможно, тоже может быть отнесено к концу времен, и это воскресение измерт, по сути дела, есть повторный акт творения, который, который, возможно, предполагает то обстоятельство, что смерти больше не будет, потому что первое творение включало в себя элемент смерти, изначально ли, или как бы вследствие чего-то, да, это зависит от того, какие тексты мы читаем, да, значит, согласно второму рассказу книги, второму рассказу о сотворении мира и человека в книге Берришит, смерть вошла в мир, по крайней мере, по отношению к человеку, именно вследствие непослушания, как он мог бы жить в райском саду и жить и вечно, но так или иначе, смерть вошла в мир, а вот в конце времен, возможно, на каком-то этапе истории произойдет нечто, что победит смерть. Другой пророк Ишаял, условно назовем его пророком Ишаял, потому что речь идет о тексте, который, судя по всему, не принадлежит не принадлежит пророку пророку Ишаялу, сыну Амоца, который жил в конце восьмого века до новой эры, а речь идет о, судя по всему, о пророке, жившем в более позднюю эпоху, возможно, даже в эпоху второго, начала второго храма. В самом случае там произносится такая фраза, это 25 глава книги Ишаялу, уничтожил смерть навеки, буквально проглотил смерть навеки, это имеет некое довольно существенное значение, потому что именно смерть в древней ханаанской мифологии или бог смерти глотает болея. Здесь вот нечто подобное сказано о том, что будет сделано с самой смертью, она будет проглочена, она будет и сотрет Господь Бог слезу с каждого лица и позор народа своего, это уже как бы отдельный момент, но в самом случае смерти больше не будет. Мы скажем так, мудрецы, и след за ним традиционные комментаторы, так и поняли это видение, как видение о воскресении из мертвых. Так оно было истолковано. В Талмуде есть в том же трактате Сангеврин довольно длинная такая годическая часть, где объясняется, что одно из мест, из которых мы учим, что есть воскресение из мертвых, это пророчество из Эхискеля. Если мы посмотрим на более ранние тексты, то мы увидим, что там этой идеи нет. Например, в Торе, несмотря на все попытки обнаружить там какие-то ясные намеки на воскресение из мертвых, это довольно затруднительно, потому что вся награда прижизненно, а то, что после смерти, если и есть, то это дети. Дети, которые несут память о своих родных, которые умерли, и это создает некую вечную жизнь. Это, конечно, не воскресение из мертвых, но это как бы некое продолжение жизни, и даже тот стих, который я процитировал из книги Дворим Ширата Азину, его тоже можно понять по-разному, там не очень ясно, что значит мемиту махае, потому что мемиту махае, это может быть понято не обязательно умерщвляю, оживляю, а наношу смертельную рану и исцеляю. Есть основания для такого объяснения. И вообще надо сказать, что в Танахе есть очень мало текстов, которые каким бы это ни было образом говорили бы о воскресении из мертвых. Их можно сосчитать почти по пальцам одной руки. Вот как бы один текст, значит, как бы тот текст из Ишаяу, который я прочитал, он не напрямую говорит о воскресении из мертвых, он говорит о том, что смерти больше. Из него напрямую не следует, что те, кто уже умерли, они оживут. Но в соседней главе, 26 главе из той же книги Ишаяу, есть действительно некоторое выражение, которое дает основание понять, что весь этот комплекс текста действительно как-то соотносится с идеей воскресения из мертвых. Там сказано в 19 стихе 26 главе Ишаяу «Ихью метеха невелати и кумун аки цуверену шохне афар, оживут мертвые твои, восстанут трупы, пробудятся и будут петь радостно находящиеся в апрахе». То есть очевидно, что здесь есть некий намек на воскресение из мертвых. Есть еще несколько рассказов, которые говорят о точечном возможном воскресении. Есть два рассказа в Гимлахим о пророке Ильяу и о пророке Илиша. Оба рассказа как бы это своего рода такие дублеты, которые очень похожи друг на друга, где пророк оживляет умершего ребенка. Хотя, конечно, и там при большом желании можно сказать, что может быть это не совсем буквально смерть, а какая-то смертельная болезнь, но по тексту вроде как следует, что это действительно воскресение из мертвых, но это некое одноразовое действие совершения чуда благодаря пророку. Это не какое-то эскатологическое событие, которое постигнет весь народ Израиля, вообще все человечество, всю землю. Этого нет. Единственный текст из Ишаяу, который я прочитал только что, он тоже достаточно темный, он никаких подробностей ни о чем не дает. Единственный явный текст, который напрямую говорит о воскресении из мертвых и который в значительной степени вдохновлен вот этим стихом из книги Ишаяу, который я прочел, это текст из книги Даниэля, самый поздний из всех библейских книг по времени создания, которая была создана где-то в середине второго века до новой эры, практически непосредственно перед началом Маковейского восстания, так вот, там действительно явной степени выражается вера в воскресение из мертвых и там сказано следующее в 12 главе и многие из спящих в земном прахе пробудятся, эти для вечной жизни, а эти для вечного позора. Не исключено, что на развитие веры в воскресение из мертвых в еврейской традиции оказала влияние древнеперсидская религия зарастризм, где действительно идея воскресения из мертвых является одним из центральных постулатов, не просто воскресение из мертвых, а божественный суд в конце времен, то есть то, что говорит Даниэль, это очень хорошо коррелирует с идеями зарастризма. Во втором веке до новой эры эти идеи, конечно, были хорошо известны, особенно после того, что, собственно говоря, евреи достаточно долгое время жили под персидской властью, несколько столетий, так что в этом ничего удивительного нет. Но Ехескель живет до персидской времени, он живет в павелонскую эпоху, и там таких идей в тексте мы не находим. Поэтому как бы вопрос о том, действительно ли верил Ехескель в воскресение из мертвых, и действительно ли это видение отражает такую веру, остается открытым. Мало того, что это остается открытым, но продолжение пророчества заставляет нас как бы несколько изменить перспективу, потому что вдруг неожиданно выясняется, что это видение есть по сути дела, как я уже сказал, аллегория. И в последних четырех стихах эта аллегория объясняется, прочтем их еще раз. И он сказал мне, сын человеческий, это постоянное название Ехескеля, наименование Ехескеля в книге, кости эти, весь дом Израиля, вот, говорят они, иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, покончена с нами. Посему пророчеству и скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я открываю погребения ваши, и подниму я вас из погребений ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля. И узнаете, что я Господь, когда открою я погребения ваши, народ мой, когда подниму вас из погребений ваши, и вложу дух мой в вас и оживете, и дам вам покой на земле вашей, и узнаете, что я Господь, уже третий раз в течение этой главы эта формула появляется, сказал и сделал, или сказал и сделал слово Господа Бога. Теперь выясняется таким образом, что, по крайней мере, по божественному замыслу, это видение о сухих костях не является самодостаточным, как оно могло бы нам показаться, когда мы прочли первые десять стихов, а что оно имеет в каком-то смысле служебное значение. Оно должно в такой иллюстративной форме показать, что отчаянию Израиля нет места. Связкой здесь является выражение иссохли кости наши, явшу от смутейна. Кости наши иссохли, а, собственно говоря, то, что видит Ехискель, это как раз пророчество в сухих костях и видение в сухих костях, он видит сухие кости. И вот выясняется, что эти сухие кости это не что иное, как самовосприятие народа Израиля в диаспоре. Наши кости иссохли, то есть мы превратились в мертвецов. И на самом деле это тоже метафора иссохли кости наши, они не то, чтобы в буквальном смысле иссохли, а это значит, что мы, по сути дела, заживо похоронены. Исчезла надежда наша. Авдати Кватену покончено с нами, такой вольный перевод в оригинале здесь написано Нигзарну Лану. А Нигзарну Лану это выражение, которое буквально обозначает, что мы отрезаны. А в общем контексте многих библейских текстов это значит отрезаны от жизни. То есть мы мертвецы. А это такое самовосприятие, тоже метафорическое. Мы живые трупы. Это то, что они говорят. И Бог отвечает им метафорой на метафору. Вы считаете, что вы живые трупы. Здесь есть некоторый перескок, вы можете это заметить, какое-то некоторое несоответствие между видением и пророчеством обращенным к Израилю, потому что в видении речь идет о сухих костях, разбросанных по долине. А в пророчестве Израилю речь идет о могилах. Видимо, здесь какая-то сложная игра. С одной стороны есть образ сухих костей, и это наводит на видение разбросанных сухих костях, а с другой стороны есть могилы. Есть могилы, есть смерть, нигзарну лану, мы отрезаны от жизни, и вот Бог открывает эти могилы и выводит народ. И выясняется, что могилы это тоже метафора, это диаспора. Так как Веленский Гаон говорил, что народ Израиля в диаспоре это труп, и он может ожить, только вернувшись в землю Израиля. Собственно говоря, это здесь и описывается. Видимо, Веленский Гаон основывался на этом пророчестве. И то, что народ Израиля как народ может ожить в том смысле, что он вернется из диаспоры в свою жизнь, есть доказательство того, что Бог его не просто не забыл, а это Бог властвующий над всем, уничтожающий смерть и дарующий жизнь. Вот тот самый Мимит и Махае. Он как бы вдыхает свой дух в народ, который оживает. Народ здесь, ну это в каком-то смысле как аналогия первого человека, в которого вдули, Бог вдул дыхание жизни, и он стал живой душой. Так и здесь в самом пророчестве, заметьте, пророк в каком-то он уже не является в буквальном смысле партнером Бога по сотворению, потому что там в видении пророк обращался напрямую к костям и говорил им, что они должны сделать что-то, или же он говорил духу, приди дух, бой о руах, и как бы таким образом он как бы напрямую участвовал. Здесь он только произносит, произносит слова Бога, это обещание, или обещание, которое уже как бы вступает в свою силу, и таким образом народ возвращается в свою землю. Есть некоторые исследователи, которые считают, что все это пророчество в известном смысле является антитезой известных ассирийских и вавилонских текстов, которые могли быть известны Хискелю, где в основном ассирийские цари, значительно раньше и Хискеля, но чьи тексты были хорошо известны, были на слуху, скажем, тексты сирийского царя Сархадона, Ашуба Непала, которые говорили о том, что одним из наказаний, которым подвергнуты будут враги, нарушившие договор с царем Ассирии, который называется, кстати, царем четырех крыльев земли, так он называется, тоже вот эти четыре ветра земли, тот, кто нарушит этот договор, его кости будут разбросаны по полю, их будут поедать полевые звери и небесные птицы, этот образ есть и в Танахе в других местах, с другой стороны, там же появляется другой образ, что те, кто нарушают договоры, даже те, кто умер уже, успел умереть и был похоронен, его могилы будут скрыты и осквернены, так вот, по мнению некоторых исследователей, наше пророчество, оно является антитезой этого, во-первых, Бог как раз-таки оживляет кости, сухие кости, и таким образом не дает полевым зверям и небесным птицам их пожрать, а с другой стороны, он вроде тоже открывает могилы, как и описывается в сирийских текстах, но не для того, чтобы их осквернить, осквернить, как бы лежащих там, осквернить кости, а для того, чтобы оживить, то есть это как бы ихискель здесь пребывает в некотором диалоге с месопотамской литературной традицией, и этот диалог вносит такой полемический характер. Теперь я хочу, как бы, подходя к завершению нашего сегодняшнего разговора, вернуться к тому, с чего мы начали, пророчество, которое имеет значение для поколений. Понятно, что такое мощное пророчество, которое несет в себе огромный оптимистический заряд, не могло как бы остаться в тени. Оно, конечно же, неоднократно всплывало в памяти тех или иных поколений и придавало надежду народу Израиля, пребывающему в диаспору. Веленского голона я упомянул, но я хотел бы вернуться к более, хотел бы перейти к более новому времени. Я думаю, что многие из вас заметили, что знаменитый гимн Израиля, государство Израиля. А тиква надежда в той или иной степени вдохновлен этим текстом Ихискеды. Напомню вам, что в нем звучат слова «Одло авда тиква тени». Слова, которые написаны в девятнадцатом веке, в конце девятнадцатого века поэтом Нафтали Герцем Имбером. И эти слова были положены действительно в основу гимна государства Израиль, еще до этого гимна старого Ишуба. И эти слова это как бы антитеза словам народа Израиля, находящегося в диаспоре и потерявшего надежду, который говорит здесь у Хискеля, народ. Авда тиква тени потеряна наша надежда. И Бог говорит им «Нет, ваша надежда не потеряна, я оживляю вас». И вот Имбер достаточно на самом деле бесхитростно и просто использовал эти слова, чтобы дать некий куш современности и сказать «Вот сейчас это пророчество осуществляется, мы возвращаемся домой одло авдати кватене». И в этом смысле, конечно, для создателей государства Израиля, сионистов тогда и в самом начале их пути и в дальнейшем это пророчество Хискеля было некоторым знаковым текстом. Это своего рода знамя, Более того, и здесь я как бы под самый конец перехожу к совсем современности, буквально полторы недели назад в Мааляду был проведен некий конференции. Эту конференцию хочется с гордостью отметить, организовал вопреки всем препонам один из самых молодых представителей общины Маханай, поколения моего старшего сына. Его представителя зовут Илья Унизлобин, и он отслужив в армии, сейчас являясь солдатом-резервистом, устроил ну некоторую устроил конференцию, смысл которой очень трудно вложить в несколько слов, но само ее название говорит само за себя. Бои о рулах, приди дух, это название взятое из нашего пророчества, это то, что Ихистхель от имени Бога должен сказать сухим костям, должен сказать духу Божьему, духу жизни, который должен войти в сухие кости и оживить их. И как бы на этой конференции выступало очень много знаковых фигур, которые говорили они о разном, но понятно, что говорили об актуале, о той войне, которая сейчас идет, но общий смысл, общий тон был такой подло в дате квотене, не пропала наша надежда. Израиль жив, и вера в то, что эта жизнь не есть нечто ускользающее, мимолетное, а как раз таки постоянное и усиливающееся, эта вера сопровождало всех выступавших на этой конференции, она, я так понимаю, записана, ее можно найти, те, кто на ней не присутствовал, там было очень много человек, она продолжалась целый день, там выступали такие люди, как генерал, бригадный генерал Оффер Винтер, как, например, мать одного из погибших в плену Хамаса во время неудачной попытки бегства оттуда, погибших, к сожалению, от огня израильской армии пленников, такая Ирис Хаим, выступали еще очень много разных людей, так вот, как бы от этого, от этой конференции шел дух жизни и дух надежды. И несмотря на то, что по Израилю год назад был нанесен такой страшный удар, который возвратил в каком-то смысле введение катастрофы, пусть даже не в таком масштабе, но тем не менее по сами действия, которые производились с народом Израиля, в тот день достаточно аналогичны тому, что происходило во время катастрофы. И долгое время Израиль как бы пытался перейти в себя от этого шока. хочется верить, что то, что мы видим сейчас в последние дни, это не просто восстановление того, что на Иврите называется термином арта-а, то есть как бы способность Израиля держать врагов в состоянии напряжения и страха и нежелание на Израиль нападать. Это не только это, а это некое возрождение жизни, духа жизни, воскресения, которое описывается здесь в пророчестве Ихискеля, и что это будет усиливаться, так как это усиливалось в первые десятилетия существования государства Израиля, придя к своему пику шестидневной войне. Очень хочется верить в то, что те, кто сейчас находится в изгнании, в изгнании не так далеко от нас, но тем не менее в настоящем плену и в изгнании, что они вернутся. Что касается мертвых, то только Бог, как сказано в нашем пророчестве, знает, что может произойти с ними, нам лишь остается молиться и надеяться. Вот я думаю, что мы может быть сделаем следующую вещь. Мы следующее занятие, продолжим вот этот разговор и прочтем следующее пророчество Эхискеля в этой же главе, которая начинается сразу же за нашим пророчеством. Это пророчество, включающееся некое символическое действие, но тоже не очень большое, вот, и оно тоже имеет мощнейшее актуальное значение. Вот после того, что мы прочтем этот текст, мы вернемся снова к нашей теме, вернемся к 4-й макавейской книге. Эти два занятия, как бы, вот вокруг Роша-Шана и Йон-Хипура мы поговорим о жизни, о воскресении, о единении. Я здесь поставлю точку и готов отметить на ваши вопросы, выслушать ваши замечания. Пожалуйста. Если есть что-то осталось неясным, недосказанным, конечно, это пророчество ослуживает гораздо более подробного разбора, я снова приглашаю тех, кто, во-первых, живет в Малия-Думима, а с другой стороны, те, кто, может быть, захочет приехать на этот наш Йом-Июн-Танах, где мы снова вернемся к этому тексту, и преимущество этого, повторяю, разбора будет в том, что это будет не монолог, как в моем случае, а диалог, возможно, некоторый спор, вот так что, пожалуйста, все приглашаются. Так что, есть какие-нибудь вопросы, замечания? В моем очень сильное лекцию интересное и не то слово. Спасибо большое. Мне кажется, я пытался сейчас посмотреть, честно говоря, но не успел найти. Интересно, просто так вот на слуху слово оттикло, просто оттикло. Можно в конкордации посмотреть, вообще, встречается лифтанахи. Единственное, что я, как бы, через Google, это посылка из Каэля, по-моему, но вообще, как бы, на слуху, я вот не помню, с хумаши, слово оттикло. Не, оно встречается. Да, но тоже, конечно, интересно, почему, потому что, вообще, как бы, это особая тема, ты ее задел сегодня, но это потрясающая тема, а именно использование еврита, если так можно сказать, и вообще, как бы, такое базирование на еврейской традиции, санахической, как угодно. при создании государства Израиля, скажем так, символик, пятое-десятое, понимаешь? В этом нет ничего удивительного, они ориентировались на Танаха. Да, 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 понимаешь, общий, общий, как бы, подход, он понятен, что использовали, они этим жили, и все. Ну, вот, как бы, эти вот, интересно было, конечно, провести такую анализ, посмотреть, на куда. Не хочу уходить в другую сторону, статья в Ханон Парата про, менору, и создание меноры, и все прочее, и как бы, соответствуем между отличием символа государства Израиля с этими штуками, когда ветки взаитим, они только в качестве, как бы, орнамента представляются. Идея у пророка Захарьиша, это вообще такой некоторый вечный двигатель, который получает сверху энергию пятой десятой. Да, отводи изменений, поэтому тоже, возвращаясь к слову атиква, ну вот интересно, конечно, не знаю, есть ли какие-то документы, почему было выбрано именно слово атиква, например, кем было выбрано? Кем, к тем, кто авторы создания гимна, понимаешь? А сколько они жили языком и в ритм, а сколько это, почему атиква, понимаешь? Ну, потому что я думаю, что это знаковое слово, потому что, как бы, оно выражало как раз то, с чем они жили тогда. Ну, да, но опять, ощущение. Опять, бумажное то, что приходит на голову, брахот, клалот, митсвот, ну, вот как бы это, правильно? Слово атиква является ключевым словом. Вот я могу посмотреть сейчас конкорданцию, конкорданцию сколько раз, ну, или вообще где, встречается в тонархе слово тиква. Да, но опять же, как бы, независимо от этого, сам по себе выбор не представляется странным, потому что это, как бы, такое слово, которое для них было действительно очень знаковым, очень понятным. Значит, это слово встречается довольно часто. Оно встречается, оно действительно не встречается в Торе, это верно. Да, вот-вот в Торе не встречается. Он не встречается в пророческих текстах, встречается в книгах мудрости, в книге Иова, в книге Мишей. Да, но есть, есть. Окей. Это тоже с определенным артиклем, причем употреблено с определенным артиклем, а тиква. Ну, это уже название, потому что в самом... Ну, но тоже интересно, могло быть тиква, почему а тиква, значит, та самая, именно эта самая, как бы, тиква, о какой тикве идет речь. Может быть, как бы, поскольку он действительно скрытым образом цитирует и Хискеля, эта самая надежда, в которой жили тысячелетиями. Мне кажется, я не встречал где-то отдельного исследования, может, оно существует, мне кажется, это потрясающая тема, не просто приведение, как бы, ну, вот, аллюзий, что, как бы, в символе возроздающегося Израиля, да, связанных с тайнахом и сирийской традицией, а именно глубокое исследование, которое бы, как бы, показывало, откуда брали, а если меняли, то почему брали, вот это, по-моему, потрясающая тема, потому что даже как, ну, я там просто бросаю Моапеллин, да, в свое время всех поражало, и меня тоже поразило, каким образом додумались назвать нелегальную эмиграцию словом Моапеллин, что нетривиально, понимаешь? Да. Да, окей, ну, хорошо, спасибо огромное, Псуроту, Псуроту, больше ни у кого никаких вопросов, замечаний нет? Ну, если нет, тогда я всех благодарю за внимание. Спасибо огромное. Продолжим эту тему в следующий раз. Окей, ну, теперь уже, наверное, можно сказать, Шанатова, правильно? Да, и всем, конечно, Шанатова, Тихле, Шанаве, Килилоте, в этом году это звучит особенно, особенно актуально. Закончится голос и его часть, его проклятие. Аминь, Ахрен, шана, уверхотея. Да, Амен, амен. Все, огромное спасибо. Всем спасибо, и Шана טובа. Шана טובа.